Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 16 декабря По народному месяцу слову Иван Молчальник, безмолвник В этот день христиане чтут память святого Иоанна Молчальника, епископа Колонийского Родился в городе Никополе, Армения, 5-6 века Это был еще один, ничем не примечательный зимний день, когда крестьяне, переделав все дела, отправлялись спать пораньше, чтобы не сидеть в темноте Ложась рано спать, крестьяне не только лучины экономили, но и с нечистью встречаться не хотели Страх перед темнотой в человеке появился еще в глубокой древности, когда под покровом ночи на беззащитных людей нападали хищные звери и враги С течением времени страх перед вполне конкретными вещами превратился в страх перед потусторонними, неведомыми, а потому как думалось враждебными, человеку силами А ночь стала ассоциироваться со смертью и миром духов Представляли крестьяне себе ночь в образе черной коровы Кстати, согласно поверьям, и смерть часто приходила в деревне, обернувшись черной коровой В нее же могла превратиться и коровья смерть Страшная косматая старуха, которая ночью бродит между стадами и насылает муровое поветрие Самое страшное ночное время с 12 до 3 часов В это время просыпаются все нечистые силы, выходят из своих укрытий и бесчинствуют на земле, изводя людей Но не только злые духи бродят по земле в полночь Отчаянный храбрец, который отважился бы выйти из дома в это время, мог увидеть полуночника Хозяйственного духа, обходящего деревню и проверяющего, все ли в порядке Но стоит только пропеть петуху, это происходит где-то в полчетвертого утра Вся нечисть разбегается, страшась божественных солнечных лучей На Руси на Ивана-молчальника полагалось как можно меньше говорить и даже писать Вообще слова без лишней необходимости в этот день старались не употреблять С утра желательно было тихонько посидеть, помолиться про себя, осмыслить свои поступки и помыслы Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет Люди верили, что молчание в этот день не только избавит от невзгод, но и привлечет к человеку удачу Иван молчит, добрая молва дело растит, говорили наши предки Например, если 16 декабря поссорится с женой, то, говорят, весь следующий год мог пройти в скандалах Безмолвник считался хорошим днем, чтобы избавиться от фальшивых связей, ложных друзей и назойливых людей Споры и конфликты нужно было обходить стороной Правду сказать, не говорить лишнего, хорошо и не только на Ивана-молчальника В этот день примечали Если земля еще не замерзла, а снег начал падать, то следующий год будет трудным Выполомало снега, то урожай не удастся В эту ночь луна меняется, то днем будет тепло Под окнами запел снегирь, скоро наступит оттепель Дрова, брошенные в печь, громко трещат, вскоре грянут морозы Радости и здравомыслия вам, славяне! Братья-месяцы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова